Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается ревности. Дело в том, что у автора вопроса очень ревнивый мужчина. И, значит, ответственно, ее все время подозревает. Автор вопроса пишет, что сама тоже, будучи в состоянии алкогольного опьянения, также подозревала его в измене. Вот. Ну и, соответственно, спрашивает, как себя вести. Что любит и не хочет терять. Ну вот, смотрите. В общем-то, то, что вообще, в принципе, была тема ревности у вас, Происсягает из того, что вы не хотите терять человека. Вот. Дело в том, что человек не может кому-либо принадлежать. И то, что у вас возникают такие мысли, что вы не хотите терять мужчину, Как раз таки и выливается в ревность. Во-первых, я думаю, что ревность вашего мужчины, это исключительно его проблема. И с этой проблемой он должен разбираться сам, если хочет и если считает, что это проблема. А вам нужно, конечно, работать над уверенностью в себе, самооценкой и самодостаточностью. Потому что то, как вы себя ведете, свидетельствует о том, что вот этого у вас несколько маловато. Также я думаю, что вы боитесь быть брошены или боитесь остаться одна. Что говорит о том, что внутренне вы себя не принимаете, а где-то даже и обесцениваете. Я также думаю, что ваши отношения с мужчиной довольно таки узкие. То есть, вы взаимодействуете друг с другом вот только гендерам. То есть, как мужчина и женщина. Скажите, что общего между вами? Что вас объединяет и что вас связывает? Есть ли у вас общие интересы, взгляды, цели, ценности и так далее. Взаимодействуете вы друг с другом именно как личности. Потому что по вашему рассказу на это совершенно не походит. Когда люди воспринимают друг друга как личность, тема измены и ревности отпадает сама собой. Потому что, раскрываясь, личность демонстрирует свои ценности и приоритеты. А также приучает по-другому смотреть на возможные изменения. И если человек что-то делает, например, изменяет или там что-то еще, то картина личности показывает это не с такой точки зрения ревности, а с точки зрения того, что у человека в первую очередь изменили, изменилось состояние, изменились потребности и человеку что-то нужно. И если люди взаимодействуют как личности, то эмпатия не позволяет развиться ревности. А если ревность есть, значит нет видения личности. И именно с этим в первую очередь и нужно работать. Именно с этим нужно работать. Тем, чтобы ваше общение более личностным становилось. И для этого вам в первую очередь нужно учиться воспринимать как личность себя. А сейчас вы видите себя исключительно только как женщину, своего мужчины. Что и является проблемой. Тема принадлежности, тема верности. Это все про определенную незрелость, это все про определенную подростковость, это все про определенное желание обладать. Когда есть желание обладать, человек, его ценность, его, скажем так, субъектность сводится только к материальной какой-то ценности. Что, конечно же, является искусственным занижением глубины человека. Вот. Поэтому первое, что вам нужно сделать, это пойти на психотерапию и раскрыть в себе личность, раскрыть в себе свои приоритеты, ценности, желание ощутить свою ценность. И потихонечку знакомить молодого человека с этим. И либо он увидит свою проблему и начнет меняться, или вы, вероятно, расстанетесь, потому что вы вырастете, а он нет. Вот. Как-то так. Кроме этого, если вы говорите, что любите его, то хотелось бы увидеть вектор этой любви. То есть, любовь – это чувство, у чувства есть вектор, направление. Какое направление у вашего чувства любви? В чем оно заключается? Попробуйте, пожалуйста, это увидеть. То есть, я люблю и чего я хочу, когда люблю. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...